Так, кровать, шкаф, ванну и душ на второй этаж, пожалуйста, занесите, вот который, который не второй, который старый, а второй, который новый, на новый этаж построен, вот, занесите туда, пожалуйста, ага, хорошо, да, в общем, по центре, сейчас у нас переезд закончится, сейчас второй этаж, который вот новый заполнится, и мы в нашем пентхаусе с видом на весь город устроим просто тусу века, пригласим, короче, Ванчеса, Аленку пригласим, Олечку пригласим, Елену Ветрянкину пригласим, вот эту женушку твою Степу пригласим, такую тусу устроим там, просто нереально, если бы этот, вот, спускается, только хотел сказать, если бы этот грузчик быстрее бы работал, Так, эм, сейчас, пожалуйста, пожалуйста, комп, лесенку, монитор, эм, это все, давайте на второй этаж, на, в смысле, на первый этаж давайте, ага, все, давай, пошел, ну, так вот, кто тусу-то хочет, не вижу рук вверх, кто тусу хочет? Ну вот, Степа, вот, будет туса, будет музяка, все это, сейчас, вот, надо сначала, конечно, вылечить Франкенштейна, потому что нельзя его просто так оставлять у нас в гараже, да, О, кстати, по поводу Франкенштейна, надо проверить, как он там жив-здоров, эм, вот эту качалку, машину для качания, не знаю, как она называется, бильярд и бильярдные киии, занесите, пожалуйста, в гараж, а сейчас подвиньтесь, давайте будем, эээ, вот это, лицезреть, это шоу. Закрывай, 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 закрывай дверь, закрывай, чертова бабушка, закрывай, закрывай. Нет, не обращай внимания, это вот этот, брат мой, двоюродный, его просто пчелы покусали, вот он и распух. Я так не смотрю, он просто, он красавчик, но не сейчас, говорю, ядовитые пчелы его покусали, вот, да. Да, знакомая ситуация, я примерно так же после праздников выгляжу. Кстати, мне кажется, все примерно вот так после праздников и после каникул выглядят за день до того, как надо возвращаться в школу. Все вот так выглядят. Я, например, каждое утро вот так выгляжу. Даже тогда, когда сплю по 9-10 часов, всю жизнь примерно вот так выгляжу. В принципе, мое настроение по жизни это вот, настроение Франкенштейна. Так, ну, короче, тогда на второй этаж это все заносите, там где-то оставляйте вот эту качалку вот эту сюда. Ой. Че, пацаны, расскажете, как жизнь молодая? Мелкий! Ну, у тебя все как по-старому, уже примерно 170 серий жизни ютубера. У тебя че, Степа? Эээ, продал корову, которую украл у Вани. А-а-а, ну, ладно. Ну, мы Ване, если че, не скажем. Может быть. А может и скажем. Так, все! Переезд закончен! Да, все. Так, с меня вроде два стака, да, как мы с вами договаривались. Да, да, два стака. Так, один. Переезд, ага, и вот так. Все, спасибо большое. Если услуги еще ваши понадобятся, я вам вот это зрякну. Спасибо. А-а-а, березка, значит. Ну, шо, пацан, Тре? Вы еще не видели, как выглядит мой второй этаж? Пошли, пошли, я вам продемонстрирую. А стул-то забыли, стул! Эээ, ладно, давай оставьте стул. Пошли, пацан, Тре, я вам продемонстрирую, как мой второй этаж выглядит. Ну, и тебе тоже, потому что ты как бы тоже еще не видишь вот это самое, да. Заходите. Как говорится, салам алейкум, брат. Я не знаю, Степа что-то этим хотел сказать. Н, четыре звездочки и себе. Но да, выглядит просто потрясно, я согласен, да. Тут у меня такая футуристическая лестница. Немного, как ты видишь, место занимает. Прям в уголке вот так уместилось. Мелкий, тебе вот там, где ты еще сидишь, под низом, мы сделаем игровую зону. Я вот эту кровать свою к чертовой бабушке старую выброшу, тебе туда комп установим, будешь Майнкрафт записывать, помогать мне ролики будешь записывать, вот. А мы давайте пройдемте на второй этаж. Пошли. Мелкий, как вы тоже будущий Майнкрафтер, вы вот это не удивляйтесь. Скоро у Мелкого тоже канал появится. А вот это лично моя огромная комната. Второй этаж. За десять ядренок и черыжка стаков золотых монет. Мелкий, слезь с моей новой кровати своими грязными кедами, кроссовками. Мелкий! А можно я к тебе перееду, а? А то Ритка меня уже задолбала. Степа, ты пятидесяти там с хвостиком семи летний мужчина. У тебя жена есть, в смысле ты ко мне переедешь? У меня двухэтажный дом, но как бы первый этаж для Мелкого, второй этаж для меня. А у меня же еще крыша есть. Пошли на крышу по центре. Давайте. Залезайте за мной. Я вам покажу сейчас то, чем мы будем заниматься через три месяца, когда наступит лето. Летом, каждый вечер будем подниматься на вот эту крышу и тусоваться здесь. С этой крышей виден весь город. Начиная от школы Мелкого, вот там вдалеке еле, как ее там можно заметить. Заканчивая рекламным агентством вот этой вот Людочки. Все видно просто как на ладони. Вот так. Пришли, кофеечек попили, шашлычки пожарили, сели сюда, спинку погрели, позагорали. А вот вечером, когда наступит ночь, у нас здесь есть три братских спальных мешка. Чур, чур, мой красный, мой красный, твой Степа синий, мелкого желтый, ноги вонючие убери. Мелкий. Ляжем вот сюда, на звездное небо, посмотрим звезды, луна, романтика. И три мужика, которые рядом возле друг друга лежат и любуются на вот это прекрасное звездное небо. Это все, что надо для счастья, нафиг. Так, все, пошли. Лето наступит? Вот тогда сюда и придем. Надо Келене Ветрянкиной сгонять. Мне так кажется, у него есть противоядие для Франкенштейна. И все же в этой серии, возможно, у нас получится его вылечить. А может и нет, может он таким красавчиком до конца жизни и останется. Короче, Степа, мы с мелким сейчас отправляемся к Келене Ветрянкиной. Ты наблюдай за Франкенштейном, чтобы он никуда не убежал. Есть, и он все же вырвется, просто ори на весь город. Вдруг кто-то услышит, вдруг тебе кто-то поможет. Вот. Давай, мелкий, собирай манатки, пошли. Погнали. А заодно, кстати, Ванчоса проведаем. Он же до сих пор в больничке. Кстати, мелкий, ты... А Ванчос даже не знает то, что мы Франкенштейна-то словили. Не... Прикинь, мы сейчас ему скажем, прикинь, как он обрадуется. Да Ванчосу намного лучше стало, как я вижу. И с Аленкой они, кстати, помирились. Все, мелкий. Опять твои мечты разрушены. Не будешь ты больше с Аленкой встречаться. Да, и цветы сразу выбросил. Ну, в следующей жизни повезет. Музяку слушают, на койке танцую. Значит, Ванчоса уже можно выписывать из больницы. Все, пошли. Давай, 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 давай. Ээээ... Добрый день. Добрый день. Ванчос! Вставай! Оооо, как же мне плохо! Ванчос, подъем! Хорошие новости для тебя есть. Ну ладно. Лена Ветрянкина. С ним все нормально? Разговаривать может? Ходить может? Здоров уже нет? Ой, все плохо, как плохо. А, да, я же только что видел, как он... Ой, да там все трясения, шесть переломов, вывих пальцев. А, а только что он плясал на койке. Да, то есть плохо, да? А когда его примерно выпишут? Подскажите, пожалуйста. Ой, ну недельки две ему точно необходимо полечиться. А вы... Никто из вас не врет там мне? Ну ладно. Ванчос, желаю тебе там хорошего лечения. Вернемся, значит, через две недели, когда тебе лучше станет. И просто хорошие новости тебе хотел сказать. Все, давайте, Аленка, ты тут смотри за своим вот этим парнем. Я рад за вас, что вы помирились, да. Ну все, давайте, пошли, мелкие. Кто-то нафиг очень сильно заврался. Или мне кажется. Так, давай, мелкие, сейчас сядем в машину, типа мы уехали. Давай. А-а-а-а-а-а. Мелкие, пошли. Да, 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 да. Вывих пальцев, 14-18 переломов костей. Так, пошли. Сейчас я стучаться в двери не буду. Кхм-кхм. без объявления войны вторжения на личную зону музяку, значит, вот слушайте вот кости он переломал себе да, 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 стыдно стыдно должно быть и одному и другой, слезла оттуда слезла оттуда, вам не стыдно по писяки Елена Витальенко но он случайно не запашлял бабки, чтобы здесь просто на карантине побыть еще две недельки где-то, полечиться да, кормите вы его здесь, наверное, хорошо да, борщицы каждый день готовите да, ладно, ты меня раскусил я уже здоров, я это еще Ванчос заметил тогда, когда первый раз сюда пришел, увидел, как ты тут с Аленкой на койке вот это дрыгаешь, ну в смысле под музыку, телом, да я новости хорошие принес, Ванчос, ты меня даже слушать не хочешь, десять десять, чтобы не упасть мы в предыдущей серии кстати, если Ванчос не видел предыдущую серию, если ты не видел предыдущую серию, даже если ты не Ванчос вот, подсказочка я же не просто ее сюда пихаю а чтобы вот, вот, вот ты сюда нажал или нажала сюда мы Франкенштейна словили в гараже у меня закрыли он вот там гниет сейчас пока мы не найдем способ, как его вылечить, вот да ну нафиг, ты что, реально? да я тебе зубом клянусь своим вот этим левым-правым то, что мы словили Франкенштейна прикинь? это сложно, конечно было, но возможно поэтому Елена Ветрянкина вы нам, кстати, тоже пригодитесь поэтому собирайте манатки, пошли сейчас будем пытаться вылечить Франкенштейна я не знаю, может там ему аскорбинку выписать я в душе не чаю может это поможет ему вылечиться так Аленка, Иванчос, вы со мной на тачке? Елена Ветрянкина, вы пешком бегать полезно а вы доктор, вы должны знать вот по машинам, садитесь ага, Елена Ветрянкина догоняйте пока я развянусь мне кажется, Елена Ветрянкина быстрее, чем и добежит туда с дороги сейчас задаем чертовой бабушке ну что, Степан все нормально все пучком так Ванчос, подойди сюда подойди сюда короче Аленка, ты тоже сюда подойди там Франкенштейн под девятю цепами под девятю замками закрыт в гараже в яме поэтому, если хотите можете пойти посмотреть на него вот сейчас, подожди, подожди подожди, не открывай пока не открывай под Сантре, по местам шоу начинается Елена Ветрянкина, вы тоже посмотрите так, открывай, давай открывай заходите давайте пока зато бесплатный аттракцион какой адреналин не, 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 Степа биту им не надо там и так весело какой адреналин бегаю от Франкенштейна туда-сюда вот вот когда вы еще такие эмоции получите только у меня в гараже кстати хорошая идея для бизнеса может мне дома личный цирк открыть или личный аттракцион за вход 15 золотых монет Франкенштейн всех развлекать будет, а чё хорошая идея ладно, мне кажется пора их выпускать выбегайте быстро, быстро, быстро быстро, Ванчос Ванчос, Ванчос Ванчос, Аленка быстро, пока он тебя не захомячил пока ну чё, как ты чё, придурок ну, как сказать в принципе мама говорила, что нет но иногда бывают да ну а чё он дружелюбный как вы это сделали а ну это я вот это заманил Франкенштейна пока вот эти мелкие со Стёпой они там просто наблюдали вот на самом деле не сложно было биту спрячь биту биту рогатку спрячь и биту спрячь это шутка да все мне помогали все мне помогали вот короче давайте мы не будем тянуть кота за причиндалы Елена Ветрянкина подойдите пожалуйста сюда нам вылечить вот этого мамкиного красавчика надо но пока мы в душе не чаем как если у вас есть там какой-то укольчик там от от плохого настроения да то тогда будет хорошо ну я бы могла попробовать его вылечить но есть одна проблема так ближе ближе к сути давайте быстро он слишком опасный я не могу его лечить когда он хочет меня сожрать ну кстати да это это причина у вас есть какие-то предложения как его можно утихомилить потому что я не знаю мы ему и битой по башке шандарахали вообще ничего не помогает давайте отойдем ну давайте если секретные такие разговорчики давайте отойдем сюда только никому я могила обычным способом его не вылечить тут нужно немного темной магии кого темной магии какая темная магия дайте ему пилюльку какую-то ну от температуры вдруг вы доктор или ведьма какая темная магия кто здесь врач я или вы я лучше знаю ну тут ты не поспоришь ну хорошо допустим темная магия и где нам взять эту темную магию вдруг это название каких-то таблеток я не знаю далеко-далеко на севере в лесу есть старый старый дом там живет старая старая бабулька она может приготовить зелье которая успокоит франкенштейна и возможно его вылечит у нас есть какой-то выбор мне кажется если зелье значит зелье конечно нет вам нужно зелье езжайте на север по дороге когда увидите палатки поднимайтесь на гору на походу приключения любят меня больше чем я приключения находят меня каждую серию даже тогда когда я этого не жду ладно спасибо елена витрянкина пошли мелкие я же видел то что ты там подслушивал слушайте елена витрянкина а вы то откуда все это знаете то что там старая старая бабулька живет еще кто-то ой не спрашивай трудное детство было а ну хорошо так ванчос аленка быстро сюда быстро ко мне я вас оставляю за ответственных чтобы франкештейн был вам как сыном следите за ним пока мы не вернемся если он сбежит значит кричите если он конечно вас не успеет сожрать до того как вы начнете кричать вот можете жить у меня сверху но спать если что только чур на кровати мелкого мою не трогать все так мелкий степа за мелкий мелкий пошли да не будут они спать на твоей кровати ну разве что чуть-чуть так все в машину и потопали далеко-далеко на севере если я не ошибаюсь это возле деревни там ну короче деревня которая возле города ютубера поехали по центре так это если я не ошибаюсь север и палатки если я помню хорошо были вот здесь так здесь мы припаркуемся вылезаете так увидите палатки поднимайтесь на гору только на какую гору на вот левую или на правую тропинка если тропинка значит на правую пошли старая старая бабулька в старом старом доме в старом старом лесу пока спрячь биту хотя нет лучше держи вдруг она пригодится а я первый раз вижу чтобы здесь находился какой-то дом или мы даже сюда никогда не заезжали на машине в этот лес поэтому поэтому даже никогда его и не видел убедил обосра удивить что-то мне ссыкотно степа вернись мы здесь втроем три мужика справимся мелкий иди притащи степу старая старая бабулька да значит домик конечно не внушает доверия но другого варианта у нас нет ну да ну да пошел я нафиг вы меня опять одного оставляете я не пойду в этот сатанический дом сам а то эта старая бабулька с меня наверное суп сварит и съест пацан трэ мне помощь ваша нужна алло прием мелкий пойдешь со мной куплю тебе киндер то-то оно было да ну пошли это нафиг так н н пола с харф порядка connectivity т Субтитры подогнал «Симон»